А мы пришли во французский фьюжн ресторан, который уже не первый раз получает 3 звезды Мишлен. Жой Ребушон получил 32 мишленовские звезды и заслужил всеобщее признание. От титулов попроще, вроде лучший повар Франции и шеф лучшего ресторана мира, просто не сосчитать. Попробуем, что может предложить нам столь именитый шеф. Во французском ресторане с 13 звездами Мишлен пришли на меню экскурсов, то есть тут уже выбрано, что мы будем есть. И принесли тартар из лосося с черной икрой. Тут советуют на чипсе есть. Сегодня как раз в магазине смотрели черную икру из России. Выдают. Как тебе знакомый российский вкус? Да, вкус она мне очень понравилась. Икра чувствуется, она тут есть. Даже перебивает лосось, пожалуй, по вкусу. А старинка такая легкая. В лучших российских традициях, вернее французских. Так, второй курс блюда. Это равиоли, в укриле, лагустины, соус из фогры. Что-то там еще, трюфель есть. И трюфель. Какой колючок. Вот забыл спросить, как это есть, разом или порезом? Мне кажется, лучше режу, я в рот не влезу. Скорее всего, разом. Хотя. Плотно, плотно очень режется. О, там прям целый лангустин. Не котлеты. А, и вот, вот эти трюфели. Это что-то вроде биф-варинт, но только в итальянском исполнении. Мне нравится степень приготовления лангустина. Он не слишком резиновый, когда они доделаны. Плотное тесто. Сладковато немного. И фуауэлгора чувствуется. Вкусно. Новая тарелочка. Гребешок. Соусы зеленого карри. Сверху чеснок. И пена кокосовая. Довольно плотный. Уже хорошо. Не знаю, может кокосовая пена сыграет? Ну, вроде неплохо, но я не впечатлю. Какая-то вот кислинка есть. Я бы хотел гребешок попутнее. Это хамон. Это пшеничная лепешка. Хамон. Выдержанный пармезан. Выдержанный. Сверху яйцо нужно разрезать, чтобы соединить все с желтком. Сезонные гробочки еще. Ну, типа хэш-браун. Ага. Хабутарис вообще. В общем, вкусный, хрустящий, пшеничный хэш-браун. Залитый яйцом. Вкусно. Вкусно, как основа. Но не хватает какого-то еще наполнителя акцентного. И вот тут идет хамон по углам, грибы, пармезан. И соединяем, мы уже получаем более полноценное яркое блюдо. Да, это вкусно. В дизайне Эль-Ателье используется барная стойка, окружающая открытую кухню. Позволяя нам стать свидетелями всех аспектов от приготовления еды до сервировки блюд. Сейчас я заливаю соусом. Так, теперь лобстер, плесня и еще кусочек тела. Нет, это тело закрученное. А рядом-то плесня. Вот. Ого. Какая руляция делала. Это картофель. Это томатный какой-то концентратор. Говорят, есть смесь. Так что мне будет. Ну, в общем, лобстер приготовлен в традиционном французском стиле. Слегка недожаренный. Биск классный. Меня больше впечатлили сладчайший горошек. Даже вот томатная штука. Еще картошку не пробовал, но, вероятно, она тоже классная. А лобстер, ну, как всегда. Ну, лобстер все-таки оказался вкусный. Даже не зная, к чему придраться. Может быть, биск мог бы быть более характерным, сильным. Может, тогда что-то и потерялось бы. Ну, классно. Еще один великолепный шедевр – атлантическая треска. Используется только самая жирная и вкусная часть филе, хвост. И то, что ближе к голове не используют. То есть, буквально небольшой кусочек, который будет. Приготовлено на пепаньяке до хруста. Блин, это очень вкусно. Треска жирная, на удивление. И соус, этот чесночный прям. Очень характерно, вкусно. Так, и попробую листик васаби темпура. Есть вкус васаби? Нет. Жирная, словно лосось. Соус такой чесночно-сладкий. Классно сделали, действительно. Лучшая часть трески. Уже ничего не осталось. А вот презентация последнего блюда эссета. Аромат копчения невероятный. Шетебриан, фуа-гра и гарнир с зеленью. Сартошка. Вполне американское блюда. В общем, нам велено начинать с куриного бульончика, чтобы освежить рецепторы. Курица, лайм, перец, имбирь. Шетебриан. По сути, миньон с соусами смешается. Классное сочетание. Как бы сухой говядиной. Как бы. Она токанье не кухая, на самом деле. И жирные флоберы. Сбалансированно. Без жил. Мягкое, очень нежное мясо. Сбирающий салатик. Еще нам велено. Есть. Это картошка. Маленький слайс. Они жарят это при высокой температуре. Она надувается. Мы получаем вот это. Полое внутри. Вино наливают через специальный прибор, чтобы в бутылку не попадал кислород. Так, принесли первый десерт. Там внутри тамара моркови. Что-то еще. На китайском английском нам сказали, что снизу фэшн фрукт моркови. Это посередине крэш ледяной. Сверху. Что там? Какие-то сливки. Какие-то сливки и вот эта лаймовая палочка. Есть надо все вместе. Каким-то образом. Частью маракуям дает сладости. Это мне кажется очень сладким. В целом, плохо. Продолжаем есть. А, кстати, крашу я еще тут не заметил. А, не отхрустит. Класс. Ну, что у нас тут. Шоколадный ганаш. Фундук. И вот это фундук. Внутри там еще шоколад. О чем-то не сказали, если там внутри фундук. Но после моего вопроса сказали, что есть. Ого. Ого. Ладно. Как будто им какой-то ореховый горельяш. Но он почему-то мягкий. И золотом. О, кисленько. Самый раз. Ну, ладно. Ну, и последнее десертики. Так сказать, напоследок, чтобы полностью забить желудки. Они нас не отпускают. Как это? Мадалин? Мадалин. Танцузский. И модное такое, типа бисквитное печенье. Мадалин. Сухо. Запить сразу хочется. Пивом, что ли? Макарон. Кофейный. Это вкусно, что ли. Когда ты не объялся нервами. Так, и... Соленый соль. Соленый соль? Да. Шоколад солью. Морской. Ну, тоже что-то копейное есть. Как ты что скажешь? В общем, про ресторан. Не, в общем, классно. Три лета звезды Мишлена. Ну, две-то точно. Вкусно. Мне понравилось все. Может быть, гребешок был не настолько убедительным. Ну, в целом, это прям хороший уровень. Некоторые блюда прям удивили, поразили. Рад удивляться. Соленый солью. Соленый солью. Соленый солью. Да, такая порция полаграда. Честная прям. Молодцы. Даже не придется идти за бурганой. Да. Бургану за фолгрой. Я еще помышлял, что мы куда-то пойдем доедать. Сейчас нет.